Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две интересных партии гроссмейстера Романа Щукина. Он их сыграл на чемпионате России по молниеносной игре среди мужчин. В обеих партиях Роман одержал блистательную победу, причем не над рядовыми мастерами, а над обладателями гроссмейстерского бала, мастерами спорта Денисом Шогиным и Григорием Гетманским. Давайте рассмотрим партии. Друзья, я считаю, что Роману немного подфартило, то есть в седьмом и восьмом туре у него выпал одинаковый дебют. Летающая шашка, так называемая жеребьевка, белая Д2 летит на Д4, черная А7 летит на А4. Денис Шогин играл против Романа, сделал ход СД2 и Роман здесь разменялся в центр. Денис здесь сыграл ЕД4. Наверное, лучший ход. Ход ЖФ4 ведет к преимуществу черных, потому что черные сыграют ДЦ5. Ну и, допустим, после хода ЦБ4 черные могут свести к позиции, позицию к продолжению из дебюта перекресток и дебюта новое начало. Они могут сыграть АЖ7, побили, побили, белые нападают, надо отыгрывать шашку, БЦ5 побили, ЕД6. Теперь БЦ3, ФЕ7, ну и белым надо играть АБ2. То есть такой ход уже плох из-за ЖФ6, временной жертвы. И после ФЕ5 белые получают очень плохую позицию. То есть в этой позиции надо играть АБ2. Теперь черные играют либо ЖФ6, либо ЕФ6 на их усмотрение. Но ЕФ6 хуже из-за ФЕ5, поэтому лучше сыграть ЖФ6. И в этой позиции ход СД4 уже проигрывает. То есть к ничее ведет ФГ5. Допустим, ДЕ5 напали, разменялись. Белым надо размениваться. ФГ5, ЖФ4 надо нападать, иначе белые останутся без шашки. Ну и после ЖФ4 надо играть БЦ3. Теперь такого хода нет из-за БЦ5. Ну и в какую бы сторону черные не били, партия закончится ничей. То есть если так, то отдаем так, бьем на Е7. Поэтому надо играть БЦ7. Теперь белые играют, размениваются. Размениваются. После хода ЖФ4 играем ЕД2. ДЦ5 надо играть. Белые размениваются. Ну и допустим так, 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 так. Ну и эта позиция ничейная. То есть, ну допустим, напали, отдали шашку, пошли в дамки. Черные ставят, допустим, дамку на поле С1. То есть не давая ставить дамку на Б8 из-за такого хода. Просто ставим на Д8. Ну это позиция ничейная. То есть друзья, мы выяснили, в этой позиции ход ФГ5 ведет к ничей. А ход СД4 красиво проигрывает. Черные играют БЦ7. То есть видите, грозят выиграть шашку. Надо размениваться. Ну и черные тут строят сеть неотразимых угроз. И в конце концов проводят красивую комбинацию. Черные играют ФЕ5. Надо отходить. Черные играют ЕФ6. Грозят разменяться. Пройти в дамки. Надо размениваться. Ну и теперь следует комбинация разгромная. Отдали одну шашку. Затем еще две. И сняли богатый урожай с победой. Поэтому Денис Шогин не стал играть ЖФ4. Отдавая преимущество черным. А сыграл ЕД4. Теперь уже черным надо играть ЕФ6. Именно так сыграл Роман. И Денис здесь разменялся. Роман здесь напал на черных. Связал их центр после ДЕ3. И сделал здесь блестящий ход, мне кажется. Ход ФЖ7. Очень тонкий ход. И в этой позиции, в принципе, равная позиция была. После, допустим, хода ЖХ2. Черным надо играть ФЖ5. И белые могли разменяться. Ну и в какую бы сторону белые не били, позиция равная. Но в этой позиции Денис Шогин ошибся. Он не сыграл ЖХ2. Он сыграл ФЕ5. Похоже, что этот ход ведет к поражению. Черные играют, а прошу прощения, ДЕ7. Горзят напасть на белых. Поэтому их ход вынужденный. Белые размениваются. Теперь черные играют ЕД6. Надо закрываться. И играют ФЖ5. Единственный ход СБ4. И после хода ЖХ4 белые сыграли ЖФ2. Ну и здесь черные проводят вот такой ударчик. Отдают две шашки. Забирают две. Затем отдают одну шашку. Забирают две. И белые забирают одну. То есть кажется, что черные провели размен. Позиция равная. На самом деле, эта позиция проигранная. Как ни странно. Черные здесь напали. И белые разменяли шашки. И после хода Ж3 на С7 выясняется, что позиция проигранная. То есть план черных провести все три шашки в дамке и легко выиграть. Здесь Денис сыграл дамкой на А7. Арман повел свою шашку. Затем Денис обратно отошел. Белые сыграли ЖХ2. Белые сыграли АБ4. И Роман напал на шашку. Б4 не давая занять важное поле А5. То есть если бы белые заняли поле А5, позиция была бы ничейная. Белым надо отходить. И черные снова занимают поле С7. То есть видите, черные максимально ограничили дамку белых во всех ходах. То есть у нее ходов уже нет. Приходится как-то жертвовать шашки только и все. Поэтому в этой позиции белые сыграли АБ2. Черные не ставят дамку, естественно, потому что она ловится. Они играют АЖ7. Белые сыграли БА3. И черные сыграли ЖХ6. Ходы у белых закончились. И здесь Денис отдал шашку Д4. Черные побили. И после хода АБ6 черные красиво поставили дамку. То есть видите, отходить нельзя. Черные просто побьют шашку белых. А если, допустим, ходить на А7 дамкой, то дамка белых ловится. Погибает и черные легко выигрывают. Поэтому белым здесь пришлось закрыться дамкой. Партия еще последовала ФЕ3. И после хода АБ4 и ЕД4 белые здесь сдались. То есть белые бьют шашку, а черные бьют шашку и дамку. Вот так красиво выиграл Роман Щукин Дениса Шогина. Против Григория Гетманского Роману выпал такой же дебют. То есть в первой партии, когда Роман играл черными, белые сыграли уже здесь СБ4. Черные разменялись в центр. Ну и белым также надо размениваться. Захватывать важное поле С5. Иначе позиция черных будет лучше из-за того, что они захватят центр. В первой партии, когда Роман играл черными, он сразу же разменялся. Белые также разменялись. Ну и партия быстро закончилась ничьей. АЖ7, БЦ3, ЖФ6, ЦД2. Черные напали, белые разменялись. И после ДЕ7, ЖХ2 соперники заключили мир. Во второй партии Григорий не стал повторять ходы Романа. То есть в начале партия повторялась. Один в один. Но здесь Роман разменялся. А Григорий предпочел сыграть АЖ7. Роман здесь уже играл белыми. И он играет БЦ3. Все-таки черные размениваются. Но Роман сразу же не разменивается. Он выжидает. Роман здесь сыграл АБ2. Последовало ЖФ6, БА3, ЦБ6. И все-таки белые здесь разменялись. То есть видите, если здесь уже нападать, то белые захватывают центр. Их позиция будет намного лучше. Поэтому Григорий здесь сыграл ДЦ7, грозя напасть, а затем разменяться. Роман сыграл ЦД2. И Григорий, следуя своему плану, нападает. На самом деле, этот ход уже очень плох. Похоже, проигрывает. Здесь надо было играть либо ФЖ5, либо ДЦ5. Но мы их рассмотрим в конце. После ФЕ5 кажется, что белые должны либо размениваться, либо закрываться. Ну и после размена позиция белых будет даже хуже. То есть кажется, что черные владеют преимуществом. На самом деле, это не так. Роман здесь предусмотрел очень красивую временную жертву. Роман сыграл ДЕ3. И неожиданно для соперника сыграл ЦД4. Выясняется, что белые хотят отдать одну шашку, забрать две, то есть вернуть свою потерянную шашку и получить выигранную позицию. Григорий здесь пожертвовал шашку и напал. Белые снова жертвуют шашку и отыгрывают ее ходом ЖЖ2. Григорий здесь сыграл ЦД6. Белые побили. И черные снова пожертвовали шашку и напали БА7. Здесь Роман верно отдал шашку, потому что остальные ходы вели лишь к ничей. А вот эта позиция выигранная за белых. Единственный ход на выигрыш ФЕ3. И здесь Григорий сыграл ЕД6. Здесь Роман ошибся, то есть к выигрышу ввел только ход ЕФ2, как ни странно. Вроде бы нет никакой разницы ЕФ2 или ЕД2, как сыграл Роман. Но разница выясняется в следующем варианте. Черные могли сыграть АВ6. И после ЕД4 они могли форсировать ничью. То есть можно было снова пожертвовать шашку и напасть на нее. Ну давайте рассмотрим возможный вариант. То есть белым надо отжертвовать. Допустим, играют ДЕ3, АВ6. ЕД4, БЦ7. ДЕ5, БЦ5. ЕФ6, ЦД4. ФЖ7. Черные жертвуют шашку и пытаются прорваться по флангу. Ну допустим, белые ставят дамку. Мы играем ЖЖ2. И после ДЕ3 нападаем. Ну это продолжение ничейное. То есть так играть белым бесполезно. Они отходят. Ну и теперь черные форсируют ничью. ЦД6, ФЖ5. ДЦ5. Черные грозят разменять шашку. Позиция станет ничейной. Белым надо играть на Ц3. Черные жертвуют шашку. То есть сюда бить бесполезно. Надо бить на А5. И черные наконец-то захватывают большую дорогу. Это позиция ничейная. Вот так можно было форсировать ничью Григорию Гетманскому. Григорий же в партии ошибся. Он сыграл БА7 вместо БЦ5 ничейного. И после БА7 белые напали. Надо отходить. И спокойненько сыграли ДЦ3. То есть такие ходы уже не проходят. Надо играть БА5. Белые играют ЕФ6. Черные пожертвовали шашку. Ну и белые играют ФГ7. То есть грозят, допустим, на ход ДЦ3 поставить дамку. И следующим ходом выиграть эту позицию. Поэтому Григорий здесь пожертвовал еще одну шашку. Но после ДЕ3, ЖХ8 выяснилось, что черным некуда ходить. Сюда нельзя из-за того, что белые выигрывают таким образом. А сюда нельзя из-за того, что белые жертвуют шашку. Ну и отрезают черных от похода в дамки. Именно так выиграл Роман Щукин. Друзья, а в чем же разница между ходом ЕД2 и ЕФ2? А разница в том, что после хода ЕФ2 и АБ6 уже не проходит вот эта временная жертва за черных. То есть если они отдают шашку сейчас и нападают, то белые могут отжертвовать ее. И обратите внимание, в первом варианте, который мы рассмотрели, белая шашка Д2 шла в дамки и белые не успели победить. А здесь в дамке идет белая шашка Ф4. То есть она на два поля расположена ближе к дамкам и за счет этого белые и побеждают. Допустим, ФЕ5, АБ6. Здесь можно выиграть по-разному. Выигрывает ход ЕАБ4 и в принципе ЕД6 тоже выигрывает. Ну допустим, как играть черным? БА7, тогда мы играем ДЕ7. БЦ5, тогда мы здесь играем... Здесь проще всего выиграть. Допустим, поставили дамку на Ф8. Черным надо отходить. Теперь обрезаем черных от похода в дамки. На такой ход просто жертвуем. И отрезаем черных по тройнику. То есть надо играть АБ6. Тогда мы играем АБ4. Ну и на ход БА5 снова жертвуем шашку. И обрезаем черных от похода в дамки. Друзья, все-таки справедливости ради отметим, что в этой позиции еще была ничья. То есть после такой красивой жертвы Григорий, да, правильно защищался. Но в этой позиции вместо жертвы надо было сыграть точно ЕФ6. Теперь, допустим, ЕД2. Надо точно играть ДЦ5. Все остальное проигрывает. Белые закрываются. И черные точно меняются. Единственный ход снова. Теперь ЕД4. СД6. Снова единственный ход. Ну и теперь на любой ход, ну кроме ДЦ5, черные жертвуют шашку и прорываются в дамки. Пусть им сильнейший вариант здесь будет такой. АБ4 отдали. АЖ3. ДЦ5. ЖФ2. Белые выигрывают шашку. Еще одну. Но черные форсируют ничью. Напали. Надо закрываться. Напали. Надо закрываться. И черные захватывают большую дорогу с ничьей. А наиболее точный вариант в этой позиции выглядит так. Черным лучше всего напасть. Ну и белым лучше всего закрыться. ФЕ3. Теперь черные играют ДЦ5. То есть не давая хода СБ4 и СД4. Из-за простой комбинации. То есть такого хода нет. Приходится играть ЖФ2. Теперь черные играют СД6. И на ход СД4 меняются назад. Теперь надо играть ДЦ3. Ну и черным лучше не нападать. АЖ3. Потому что здесь будет плохое окончание. Лучше сыграть СБ6. Заставляя белых в этой позиции делать единственный ход. Это ЕФ2. То есть АЖ3 здесь играть плохо. Белые жертвуют. И нападают. Надо отходить. Белые жертвуют еще две шашки. И прорываются на преддамочное поле. Надо жертвовать снова. И играть БЦ7. Ну так играть бесполезно. Черные жертвуют. И занимают усиленную оппозицию с ничьей. Поэтому лучше сыграть АЖ3. Ж4. Ж4. Черные жертвуют. И играют АЖ3. Ну и здесь ничья еще есть. То есть белым лучше всего сыграть на ДЕ5. Ж2. Нападать бессмысленно. Потому что черные поставят дамку. И займут большую дорогу. Поэтому надо играть ФЖ7. Теперь допустим. Напали. Надо отойти. Мы тоже отходим. Ну и белые играют ДЕ7. Теперь надо играть БЦ5. Белые ставят дамку именно на Д8. Ну и после хода ЦБ4. Белые играют на Ж5. Теперь надо играть БЦ3. Единственный ход. И белые ставят дамку на Ц1. Кажется, что черные проигрывают. Но здесь еще есть ничья. Тяжелая, но есть. То есть черные в этой позиции нападают. Белым надо отходить. И черные играют снова на поле Ж1. Теперь обратите внимание. То есть в этой позиции ничья еще есть. Если белые играют ФЕ7. Мы нападаем. То есть дамку ставить на большую дорогу нельзя. Из-за ДЦ5. Белые побьют и черные побьют. Будет ничья. Поэтому белым лучше всего поставить дамку на Ф8. Но черные снова нападают. Надо закрываться. И черные уходят на поле Ж1 или А7. Тут без разницы. Доска симметричная. Но обратите внимание, что белые никак не могут провести свою дамку. Шашку Ф6 в дамке. Из-за того, что черные нападут на шашку белых. Поэтому как-то дать ей пройти, убрать дамку тоже не получается. Потому что черные все время нападают по большой дороге. Поэтому партия заканчивается ничьей. Но на самом деле окончание довольно-таки сложное. Я бы не рекомендовал так играть за черных. Поэтому в этой позиции вместо хода АЖ3 лучше сыграть СБ6. Теперь уже расставить ловушку белым. То есть все ходы здесь проигрывают кроме хода ЕФ2. Допустим, такой ход проигрывает. Мы нападаем просто. Белые закрываются. И черные с помощью размена грозят выиграть шашку белых. Белым надо жертвовать. Черные отходят. Ну и это окончание выиграно за черных. То есть в этой позиции единственный ход ЕФ2. Ну и допустим, играем БЦ5. Ну и как бы белые не играли, СБ4 или СД4. Все приходит вот к этой позиции. Белым надо поджиматься. Черные жертвы. Две шашки. Идут в дамки. Ну и обе стороны проходят в дамки. Партия заканчивается ничьей. Друзья, мне очень понравились вот эти две рассмотренные нами с вами партии. Романа Щукина. Ну на самом деле я считаю, что он действовал в стиле Василия Сокова. Легендарного питерского чемпиона. Роман, кстати, тоже сейчас живет в Питере. Но сам он родом из города Котлас. Пожелаем удачи. Роману очень красиво играет, остро, качественно. То есть применяет неожиданные жертвы, получает сложные эншпили и выигрывает в итоге своих соперников. Друзья, если вам понравилось данное видео, то пожалуйста поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы, если вам что-либо не ясно. Отвечу на все вопросы. А сегодня, друзья, состоится стрим на канале «Все о шашках». Лично командный турнир на Гамблере каждую пятницу. Сегодня я буду играть. Комментировать будет кандидат в мастера спорта из Подмосковья Павел Попов. Ну и завтра состоится турнир мастеров. Тоже попробую поиграть, как говорится. Ну, постараюсь порадовать вас своими партиями. Так что, друзья, еще увидимся. До свидания.